итак продолжаю мне 30 лет москвы приезжает оба чем я понятия не имел вот есть такой институт москве институт цветных металлов вот это проектный институт проектный и меня пригласили позвонили и сказали об этом мое начальство ничего не знало вот я был на хорошем счету потому что были многие вещи которые кроме меня никто не знал от сильно тонкой технологиях какая-то колдовская там пока не поколдуешь фильтрация не идет я шучу на половину только шучу и тогда надо проверять идет запись вот и тогда звонок в реке сенович приходите в гостиницу мы вас ждем я директор института цветных металлов вот я прихожу туда вот меня садят за стол вторым был зам директора вот эти два человека вот они мне налили коньяку вот я сказал не пью шутка ли это самое меня меня убедить пить то время было очень сложно а повода не было под я еще не знал не было сказано следующее время все ничего и нам нужны вы предлагаю вам должность начальника лаборатории подробнее не помню какое направление но я со цветной металлой вот я и по диплому цветник и вообще и по жизни вот работал на никелем заводе и я говорю а почему я я растерялся понимаете вас идет слава как о очень жестком руководителе верну должность у меня скромненькая там господи старший мастер вот и потом у меня же нет у меня кроме диплома ничего нет вот у вас кто там эти дороги у нас сплошные профессора вот ложь это самые кандидаты доктора наук вот я верну я то с какого боку вот понимаете в чем дело у нас полу гениев да все это заставить работать надо и аппаратчиков заставлял работать да у кого 8 классов у кого слава богу 10 вот доктору новых заставлять я не шучу я хотите перекрестись видите если меня видно в рамке вот еще это была правда это да ну представим себе все было бы согласился не было бы меня как садовода наверное как я бы со временем стал да они мне сказали даже не придется диссертацию писать за вас не пишут вот ну а дальше кто меня ждал кандидат доктор конечно в полицию определить невозможно интеллект вот я ламброза и вы тоже не ламброза так вот значит я отказался вот сейчас бы был бы академиком уже бы был на пенсии принес бы какой-нибудь вклад ну было дело это автобиографические записки поэтому я еще расскажу всяко бывало всяко когда нас собирает простых инженеров там орицы и не ориен начальники цехов вот отделение там мастеров вроде меня самых подвинутых приезжает секс москва говорит нам нужно 300 тонн кобальта мы не можем запустить производство крылатых ракет вот тебя раз если бы узнали как как я это воспринял если бы узнали эти бессонные ночи ведь справили же справили же вот это только одна из так сказать ступеней мы это не состоявшийся карьер и так я отказался вот зато теперь давно несколько мировых открытий третий раз повторяю а вдруг кто это скажет это интересно а вот в этой книге и сразу 2 2 на близкие премии тут принципе такой чем проще тем понятней и раскрывается тема и так легко раскрывается а мне сейчас помогает артем семенченко ну что тем поехали дальше вот итак молодой человек я боюсь что возможно ты не быть будущего давайте так вы написали я ее подкорректировал и этот самый второй садовод салий это подкорректировал называется это как-то когда небольшая помощь от нас но автор все таки семенченко вот этот молодой человек отправил российское издание крупное статью не взяли сказали мы только постоянных авторов опечатаем зачем свежий взгляд на хрена им это надо вот тогда он обратился я уже забыл то ли польская то ли немецкая но перевод был на немецкий язык и сейчас только наш третий у нас маленький союз обрадовался я же выходил с украины и у меня как бы там это свой маленький коллектив салли валерий салли с третьего садовод от бога вот когда-то тоже войдет в историю не знаю здорово не здорово со мной связался и сейчас у него большая большая перспектива с хасанским персиком и вот значит получилось так что он мне принц салли присылает информацию издательство это за граница отказалось печатать еще одно ну что круг замкнулся продолжаем работать только в интернете да артем продолжаем давайте тогда идем дальше и так о том что он артем андреевич придет время получил буду звать с огромным уважением про это я рассказал он фактически гуманитарий помните когда-то делили на этих на физиков и лириков мы будем считать что он лирик но мозги у него особая и так садоводство по железу это он его так но на такие если у меня и канал называется садоводство по железу дальше тема садоводство по железу читаем артема я прочел вашу статью которую отправляли очень интересная статья интересные мысли и наблюдения прекрасные фотографии полностью согласен о происхождении рисунков на стеклах почтовым каркасом это одно из мировых открытий потому что до сих пор кроме меня артема и тех кто кого я познакомил не знают откуда взял жизнь на земле ученый мир пока молчит ну маленчика приоткрылся покажу по такому принципу строятся не только рисунки на окнах или и не на ветках а вся живая материя силовые каркасы запомнили надо было еще добавить сейчас расшифровать не буду вся живая материя растения животные люди грибы все микроорганизмы по так называемым силовым каркасом или чертежом и так сейчас чтобы понять что что происходит мы с вами попадаем удивительный мир это мой сайт который не имеет ничего похожего на всей планете вот смотрите записки зачарованного садовода садовода это часть это одна глава из первой книги вот этой вот который сейчас только выйдет вот первой книги вот теперь это все расшифровка мирового открытия вот и написал внимание открытие вот дальше и мои доказательства это конденсат и не конденсат который на стеклах вот казалось бы это невозможно случайно может вот такие вот уникальные рисунки все это видите а как строила жизнь уже догадались сами стоило только все это в кучу собрать вот и даже тот кто первые меня видит так все что-то непонятного то что все непонятного просто собрать все до кучи один пример 2 3 вот видите вот а дальше вот это я сейчас не буду это вам рассказывать вот только скажу коротко жизнь возникает существует двух и поставщиков безвесущие матрицы по-другому силовые каркасы или биополя и их порождение материальные детища живой организм они просто когда су я уже попроще уже некуда есть суп набор минеральные соль и минералы все что только может быть молекула не молекулы еще а будущее молекулы все это ионизировано все это булькает все это пропитана ведь как простым языком я говорю радиации солнечными излучениями и вот они встраиваются встраиваются знаете как это по пазл 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 сейчас современное слово пазл раньше его не знал стараются стараются и вот тогда когда полость устроилась до для поля для поля живое и вот она побежала полетела попрыгала вот а доказательства вот так мало вот теория железного латинкова мне помог о происхождении жизни на земле по силу каркаса влекалом чертежом целенаправленно встраивались пристраивались друг другу молекулы супового первобытного набора и он имел весь набор и возможность ионизации молекул оживали вот но дальше еще одна фраза потому что она имеет отношение к и так увы нигде и никогда не будет разгадана именно божья искра энергия жизни нарушающая все законы физики и уже миллиарды лет противостоящая энтропии скобках тепловой смерти вселенная это высший человеческого разума это я признался в своей беспомощности открытие сделано а понять невозможно и вот сейчас это записки и вот сейчас что написал наш друг он со мной согласился так вот а потом потом он мне написал следующее вот чем мне для меня ценен молодой человек что у него настоящий возге лишь одно предложение мне не совсем понравилось повторяю то что я цитировал со своей работы увы никогда и никем не будет разгадана именно божья искра энергия жизни нарушающая все законы физики и уже миллиарды лет противостоящей энтропии тепловой смерти вселенной это высший человеческого разума и вот мне понравилось то что ему это не понравилось то есть он считает что мы когда-то разгадаем ладно теперь Артем перед вами огромная работа если конечно вы потянете не планирую потянули бы если ваш жизнь даст возможность как-то прокормиться и заниматься именно этим потому что именно это для вас для ваших свежих не затуманенных мозгов мозгов вот а то представляете грязная лужа слипнулись моля эти слип слипнулись просто-напросто все что там было слипнулась и получилась эта бактерия а еще и делиться тут же нас это ровно пополам и кто-то и а мы же верим все на слово принимаем понимаешь все ладно трехся сейчас я познакомлю вас с этим человеком владимир вояков это уже пойдет для вторых первой серии первой книги вы видели мировое открытие вот все устраивалось в готовые самые биополя в готовые силовые каркасы они притягивали и вот так вот кирпичик за кирпичиком вот так вот так вот так и организм готов на тот момент простейший я же не против дарвина начал это было не 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 из этого самого не 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 издали на низ его идеи это было потом и вот тогда значит однажды я включил этот самый это телеканал написано не написано в общем это телеканал наука примерное название и вот там был раздел такой он вел тему биосфера законной жизни вода сейчас я вас знакомлю с удивительным открытием которая сделала наука она открыла железо но как внимание это я лихорадочно записывал 1 специальный фильм есть потому что я потом нашел этот фильм вот который перед вами эта фотография сделана с экрана я нашел его вот повторю подробно но это сразу как было у меня так и бумажка и осталось и так что он произнес сейчас появляются намеки заметьте мое открытие мировое стопроцентно правдивое не имеющие этих самых других вариантов намеки появляются намеки вот это вот как-то он по с одной стороны он гениально он решился это произнеси слова но сказал намеки не гипотеза даже но то что формирование организма вода принимает тоже можно роль теперь том смысле что она не просто раз растворяет а может строить и последнюю фразу вот она решающая в воде начинают собираться определенные формы которые начинают жить своей жизни вы поняли перед вами человек который это все открыл вот перед вами на экране человек который фактически намеки они то про это наверняка узнали больше никто никогда про это даже не заикался почему прошли еще годы 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 идут понимаете и тишина и тишина и вот получилось следующее значит мы с вами на пороге мирового открытия но мы так и остались стоять на пороге с протянутой рукой вот и по ту сторону границы живет человек которому придется все это рожевать кто бы его это самое знаете как ученые они сейчас современном мире работают по грантам из грант значит он кормится от этого может даже хорошо кормится может даже икру есть может даже это коньяком запивает эту икру а остальная наука влочитая такое существование вот владимир маяков вот он сказал бы он спор слов железо произнес все уже бы все было бы застолблено уже бы все вы завтра я уже говорил об этом и меня это наболело завтра случится следующее не они не считают вы знаете так как это записки так как я могу о чем угодно а потом это все в текст и уже более сокращенный более такое логично переведет я надеюсь артем именно артем вот который семейщика которым идет сейчас речь значит был такой я один из моих лучших друзей броски так он дальний восток он биолог биолог подчеркиваю вот или васильевич он рассказал удивительную историю мы с им около 40 совместных сделали телемостов то есть мы разговаривали о чем угодно 40 раз они есть эти самые я не вспоминал несколько сотен раз своих работах так он сделал много интересных своих работ как биолог и опытнейший садовод и однажды я не знал об этом я говорю только чистую истину и не слова придуманного и опять крестюсь потому что я бога боюсь и никогда не позволю себе выйти за рамки правды значит однажды у него был такой случай удивительнейший случай он живет при морском крае жил царство небесное однажды подъезжает машина и самый современный джип из него выходит китаец одет чисто по европейски с иголочки заметил чистейшие с иголочки с ним два охранника он заходит он стучится а я говорит это полный мой трусах гость извинился за вторжение вот снял пизак отобрал у меня тряпку домой пол никогда не поверю что он это все придумал никогда вот домой пол после этого сели за стол и началась беседа и в этой беседе было четко ясно сказано 8 что мы назвал четыре фамилии это железов латинков бродский и горноулов горноулов вы хуже знаете он как-то отдел отошел от таких активных но у меня много материалов горноулов тоже будем изучать но вот молоди владимира и тогда вот эти сели фамилии горноулов железов латинков броски и сказал в нашем университете изучают ваши труды а наши ученые изучили эти труды и вот владимир маяков каким-то чудом узнал про вот эту вот работу вот эту вот вот он узнал вот про эту работу и сказал что появились намеки что жизнь еще раз повторюсь потому что смелости обыкновенная ведь скажи что это гипотеза ведь выгонят чертовой матери и последняя фраза собирается определенной формы который начинает жить своей жизни вот это вот я хотел сказать я сейчас разговаривался надо закончить это как будто бы первая серия закончена вот и он не первая серия назовем это первая глава вот первая глава и все-таки я благодарен вайкову очень благодарен жаль что он не пошел до конца но ему надо тоже кушать что-то вот а вот это вот я не знаю как гуманитарий артем семенченко сможет разгадать я написал никогда никем не будет разгадана именно божья искра энергия жизни почему нарушающие все законы физики миллиарды лет противостоящей энтропии тепловой смерти вселенной это высший честь скорозума вот но то что его вот это вот я первую главу артему посвятил а дальше мы будем его работу разжевать вот на основе моей работы его работы теперь разжуем добавим фотографии и так далее вот и это будет уже вторая третья десятая глава вот это вот то что он не согласен что мы разгадаем это прекрасно звучит артем